Пятеро студентов из Ненецкого округа представят свой проект «Агенты милосердия» на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов» на Клязьме. Проект направлен на решение проблемы обеспечения достойного качества жизни людей пожилого возраста, одиноких и с ограниченными возможностями здоровья, а также на формирование милосердия и включение жителей региона в социальные практики. Сегодня делегация студентов отправилась во Владимирскую область, где и будет проходить четвертая смена образовательного форума. Задолго до начала регистрации ребята собираются в аэропорту Наринмара, обсуждают предстоящую поездку и участие на молодежном форуме. Публично выступить перед другими активистами и доказать комиссии значимость своего проекта предстоит студентке четвертого курса СГК Елене Бармаченко. Буду обращать внимание на то, как мы реализуем проект, на актуализацию нашей проблемы, которая есть в округе, на бюджет запрашиваем, на сколько денег нам нужно. Ну, по этим делам, вы запрашиваете гранты на 300 тысяч рублей. На что эти средства вы планируете потратить? На патронажную службу, на организацию патронажной службы в округе, чтобы помогать пожилым, одиноким и людям с УВЗ. Но вот этих денег, наверное, не хватит, чтобы на длительное, то есть это на ее организации, да, на обучение молодых людей. А в дальнейшем как планируете, откуда привлекаете? В дальнейшем у нас есть партнеры, то есть с помощью партнеров мы будем развивать свой проект, будем показывать презентацию, ну, разным, например, органам власти или людям, как-то агитировать себя, продвигать свой проект и в дальнейшем надеемся, что у нас будут свои спонсоры. Вместе с Еленой над проектом работали еще четыре студента. Они же участники Арктической школы права, которая была организована в Наринмаре по полномоченным по правам человека в Яницком округе Ларисой Свиридовой. Именно она стала идейным вдохновителем ребят. Мы вечером работали, работали долго, ну, может, потому что мы сначала как-то неохотно хотели собираться, потому что мы ничего не понимали. Первый раз писали проект, а потом все, по шесть часов сидели, это было интересно, это нас затягивала эта работа. Ну, вообще, свои силы как оцениваешь? Ну, у нас хороший проект, очень, потому что такая проблема серьезная. Как бы вообще проект пишут не на свою выгоду, а для общества. И вот наш проект именно направлен на общество. Так что, мне кажется, мы все победим, грант возьмем, и все будет хорошо. Он имеет такую социальную, да, значит? Да, да. В рамках проекта «Агенты милосердия» предполагается обучение необходимым компетенциям 30 молодых людей, которые в дальнейшем смогут оказывать квалифицированную первичную медицинскую и социальную помощь нуждающимся. В первую очередь, это будут люди пожилого возраста, одинокие и с ограниченными возможностями здоровья. Нам библиотека Центра имени Печкова выделили помещение для этого бесплатно. А кто будет обучать? Будут приезжать, нанимать будем специальных специалистов, там из Архангельска, которые будут иметь нужные компетенции, профессии и будут приезжать сюда и обучать нас этому. Амбициозные студенты настроены только на победу и надеются, что участие в молодежном форуме «Территория смыслов на Клязьме» станет для них началом нового пути – пути продвижения социально значимого проекта «Агенты милосердия». Ирина Нежалова, Владислав Носкин, Телеканал «Север».